Представители спортивного клуба «Олдскул» провели встречу со студентами политехнического колледжа. Общение с титулованными бойцами прошло в формате семинара диалога. Мероприятие посетила наша съемочная группа. Курбан Рагимов подробнее. Прибытие звезд мирового спорта в любое учебное заведение – большой праздник для всех студентов. Не стал исключением и политехнический колледж. Учащихся интересовали первые шаги в карьере профессиональных спортсменов. Мне очень приятно сейчас здесь сидеть и все так далее. На встрече со спортсменами затронули множество тем. Один из вопросов – хотели ли бы вы, чтобы и ваши дети занимались таким же жестким видом спорта? Отвечает Ислам Махачев. Если у меня будет сын, я бы его на смешанный набор не отдал точно. Если бы он захотел быть спортсменом, я ему помог бы, чтобы он занимался дзюдо. Мне очень сильно нравится этот вид спорта. Там очень зрелищные броски. Я думаю, скорее всего, я дал бы его на дзюдо и помогал бы ему развиваться именно в этом направлении. Около 300 студентов приняли участие в семинаре. Масса вопросов о правильной сгонке веса, тренировочном процессе, об отношении к спортивному питанию. Давайте сравним. Назовите мне, я буду называть один продукт. Вы назовете, кто знает, что протеин лучше, чем продукт, который я называю. У нас в Дагестане это мох-мох, курдюк. Или же возьмем банку меда. Финики. Мясо в незамороженном виде, рыба. У нас есть на высоте 1750 до 2000 метров, почти Дагестан, горной местности, где летом могут оздоровляться, работать наши спортсмены. Поэтому в этом плане у нас есть очень много преимуществ по сравнению с другими регионами. Спорт и здоровый образ жизни – это два несокрушимых понятия. Именно тренировочный зал с самого детства занял время этих бойцов и отвлек от пагубных явлений улицы. Ну, можем так сказать, если бы не был у меня дядя Абдуманап Нурмагомед, я бы, наверное, где-то там в селе занимался какой-нибудь физической работой. Я даже не знаю, может, попал бы, наверное, не в хорошие места, не с хорошей любви. Я благодарен, что меня судьба свела с моим тренером Нурмагомедом Абдуманапом. Я помню, я поступил в Балитех и думал, там, похожу куда-нибудь, поставить за себя, чтобы не побили маленький, был слабый. И как-то я попал к Нурмагомеду Абдуманапу. Он так на меня посмотрел, снизу вверх, ладно, заходи. За себя не знаю, я думаю, Марат, как лакец, обувь шил бы, наверное. Я понимаю, что если на тот момент меня правильное русло не направил бы отец и не контролировал бы, было бы тяжело, например, я не знаю, например. Ну, точно, я хорошими движениями не занимался бы, я думаю. И я хочу за это поблагодарить отца. Следующий интересный вопрос адресован Хабибу Нурмагомедову. Вот Кришчана Роналду на тебя подписан в Инстаграме. Как у вас вообще общение проходит? Кто-то мне сказал, что на тебя Кришчана подписался. Я говорю, думал, что шутят, что ли. Потом зашел к нему, смотрю, он подписался. Я говорю, давай напишем ему. Раз я ему написал, он резко ответил мне. И заобщались, он мне пишет, попроси Дану, чтобы он тебе дал на UFC 201. Не знаю, почему он написал. На UFC 201, чтобы ты подрался с Рафаэлем Досанесом. Я такой, я ему отправляю фотку, как я Досанеса бью. И он такой, вот так меня отправляет. Я говорю, ну, Рамадан, так что я буду драться только осенью. Я говорю, можно UFC 205 в ноябре. Он пишет, постараюсь не пропустить твои бои. Я ему написал, давай, может, прилетишь. Мое могу больше. Он говорит, если у меня не будет. Но это, честно говоря, такая секретная информация была. Он мне сказал, что если он не будет занят, если игры не будет, что он прилетит на бой-бой. Подобные встречи существенно влияют на популяризацию правильного образа жизни. Ведь подрастающее поколение смотрит и равняется на таких чемпионов, следуя каждому их совету. Курбан Рагимов, Салман Гетехмаев, Новости 24, Махачкала.